Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги чисел, перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот мы читали в третьей главе, как делились левиты, на какие родовые группы, и даже было сказано в общих чертах, какая группа за что отвечает. Но книга чисел, она особое внимание уделяет левитам. Как, впрочем, большинство книг пятикнижие, ну кроме, естественно, бытия, потому что там и нету никаких еще левитов. Да и отчасти исхода, потому что там только самое начало. А вот три оставшиеся, да, левиты, это те, кто занимается священнослужением, это одно из племен или колен израилевых, и, соответственно, о них более подробно что они делают. Четвертая глава это описывает. Причем у нас уже были их подразделения, они делились по своему происхождению на определенные родовые группы. Вот каждой назначена определенная сфера ответственности. Господь сказал Моисею Ворону. Перепишите среди левитов всех потомков Кихата по семьям и родам в возрасте от 30 до 50 лет всех, кто способен нести службу при шатре встречи. Обратим внимание, что срок служения 30-50. То есть, юношей не брали, уже должен быть достаточно взрослый человек. На военную службу, на войну отправлялись от 20, да, кроме того, у левитов есть предельный возраст. 50, ну, в принципе, это не возраст для мужчины, мне уже немножко больше. Но, тем не менее, предполагается, что вот нужно, во-первых, достойную пенсию, и рано можно выйти на пенсию, а во-вторых, ну, дать место молодым, не застаиваться, вот не зависать на этой своей священнической должности. Потомки Кихаты отвечают шатре встречи за святыню-святынь. То есть, это самое священное место, оно здесь не очень подробно описано, но зато их обязанности описаны хорошо. При сборах в путь Арон с сыновьями, то есть, это священники, должны снять завесу и накрыть ее ковчег завета. Поверху укрыть ковчег подкрытием из тонко выделанной кожи, поверх него накинуть одноцветное голубое покрывало и вставить шесты. Шесты, то есть, ковчег – это ящик такой, вот если грубо говорить, и в нем есть кольца. В эти кольца вставляются шесты, за которые носят ковчег. Обратите внимание, что прикасаться к ковчегу могут только Арон и его сыновья. Вот они его сначала укутывают и вставляют шесты, делают то, что необходимо делать, прикасаясь к нему. А дальше уже все остальное. На стол, стоящий перед Господом, а там же еще стол, на котором священный утварь, они должны будут накинуть голубое покрывало, на нем пусть расставят блюда, ковши, чаши и кувшины для возлияния. Хлеб регулярных приношений должен оставаться лежащим на столе. Это вот хлебопредложения, как их обычно называют, то, что в качестве жертвы там находится. Пусть они накинут поверх всего этого багряное покрывало, а сверху укроют покрытием из тонко выделанной кожи и вставят шесты. То есть стол точно так же носится. Они должны накрыть голубым покрывалом светильник, а также лампады светильника, щипцы, кодильницы и все сосуды для масла, которые употребляются при светильнике. Затем пусть укроют светильник и все его принадлежности покрытием из тонко выделанной кожи и положат на носилки. Вот они упаковывают, грубо говоря, все готовят к переносу. На золотой жертвенник пусть накинут голубое покрывало поверх, пусть укроют покрытием из тонко выделанной кожи и вставят шесты. Пусть возьмут всю утварь, которая употребляется при богослужении в святилище и закутывают голубое покрывало поверх, укроют покрытием из тонко выделанной кожи и положат все это на носилки. Значит, варианты два. Либо кольца и шесты вставляются, либо, если эти предметы мелкие, они на носилки кладутся. Кое-что ставится на стол, а стул несется с помощью шестов. Пусть очистят жертвенника от золы, накинут у него пурпуровое покрывало, а сверху пусть разложат все принадлежности жертвенника – совки для углей, вилки для мяса, лопатки, чаши для кропления кровью. Пусть укроют все это покрытием из тонко выделанной кожи и вставят шесты. «Когда будете собираться в дорогу, пусть сначала Аарон и его сыновья укроют священные предметы и всю священную утварь, и лишь после этого потомки Кихата могут подойти и взять нож, а прикасаться к святыне потомки Кихата не должны, иначе они умрут». Смотрите, священное делится на разные степени. Вот, допустим, ковчег завета или жертвенник – это очень святые вещи. Их может касаться руками только священник, а левиты могут касаться руками шесты, которые, собственно, продеты в кольца в этом ковчеге завета, нести это все или на носилках нести утварь, но не касаться голыми руками непосредственно этой святыне. А простой человек не может и шестов касаться. То есть, вот такая градация, ну, это вот такое очень архаичное видение, но принцип понятен, да, что священное, оно отделено от всего остального. Его нельзя просто так вот потрогать, посмотреть. Носите принадлежности шатра встречи обязанность потомков Кихата. Ну да, вот конкретнее, да, кто что должен обеспечивать. Да, вот это описывается как абсолютно непреложная вещь. Человек, прикоснувшийся к святыне, к которому он не имеет права прикасаться, умирает сразу, да, и вот только если он получает из рук священника эту ношу свою, тогда он остается жив. Господь сказал Моисею. Ну, то есть, двор, огороженное пространство, на скине поменьше, а вокруг нее двор. Веревки к ним и все орудия для своей работы. Это же все надо ставить каждый раз при постановке на ночлег. Потомки Гершона будут работать и носить ношу по указанию Аарона и его сыновей. Вы поручаете им эту ношу, они отвечают за нее. Такова работа родов потомков Гершона при шатре встречи. Они подчиняются и Тамару, сына священника Аарона. Потомков Мирари тоже перепиши по семи Мирадам. Перепиши всех в возрасте от 30 до 50 лет. Всех, кто способен нести службу и выполнять работы при шатре встречи. Вот за что они отвечают при шатре встречи. Они несут рамы скинии, перекладины, столбы и опоры. Столбы вокруг двора с их опорами, колышками и веревками, а также все утвари. Пусть выполняют всю необходимую при этом работу. Вы поручаете им эту ношу, они отвечают за нее. Такова работа родов потомков Мирари за то, что они должны исполнять при шатре встречи под началом и Тамара, сына священника Аарона. Ну вот, тоже достаточно конкретно все это перечислено. Моисии, Аароны, вожди общины, переписали потомков Кихата по семям Мирадам. Всех в возрасте от 30 до 50 лет. Всех, кто мог нести службу и выполнять работы при шатре встречи. Всего их было записано по родам 2750 человек. Таково число тех, кто был записан в родах потомков Кихата, тех, кто должен служить при шатре встречи. Моисей и Аарон переписали их, как и повелел Господь через Моисея. Число потомков Гершона со всеми их семьями Мирадами в возрасте от 30 до 50 лет. Всех, кто мог нести службу и выполнять работы при шатре встречи, составило со всеми их семьями Мирадами 2630 человек. Таково число тех, кто был записан в родах потомков Гершона, тех, кто должен служить при шатре встречи. Моисей и Аарон переписали их, как и повелел Господь. Тоже принципиальный момент, здесь без конца эти переписи упоминаются в начале книги чисел. То есть все при своем деле, и все это зафиксировано, не просто кто куда как захотел. Число потомков Мирари со всеми их семьями Мирадами в возрасте от 30 до 50 лет, всех, кто мог нести службу и выполнять работы при шатре встречи, составило 3200 человек. Таково число тех, кто был записан в родах потомков Мирари. Моисей и Аарон переписали их, как и повелел Господь через Моисея. Всего же левитов, переписанных Моисеем, а родом и вождями Израиля по семьям и родам, всех в возрасте от 30 до 50 лет, всех, кто мог нести службу при шатре встречи, работать и носить ношу. Ну, кстати, вот тоже одно из объяснений, почему до 50, потому что это еще и тяжелый физический труд, это все надо носить, причем по пустыне, руками. Насчитывалось 8580 человек, достаточное количество для переноски всего этого имущества. Они были переписаны Моисеем по указанию Господа, и каждому была определена его работа и ноша. Все было сделано так, как повелел Господь Моисею. Ну вот, наконец, определились, кто где находится, кого сколько, а дальше правила, связанные с чистотой. Потому что важно же, чтобы все эти люди были ритуально чисты, потому что они, ну, если говорить о левитах, прикасаются к святыням, если говорить о простых израильтянах, они рядом с этой святыней. Значит, как только определили, кто и где, определяем как. Об этом будет следующая, пятая глава.